здрасте делаем пирожки по новому рецепту вот это дрожжевое тесто и складываем сделали из нескольких вот таких штучек 5 штучек друг на дружку сложили и помазали растительным маслом а дрожжевое тесто обычная дата ну расскажи как ты делала дрожжевое тесто я не успела скажи молоко дрожжи сахар и муку замешиваешь тесто все вместе да все вместе а сколько дрожжей сколько сахара соль щепотку соли а муки 2 яйца а муки и по тесту замешиваешь руками можно было раскатать а молока 300 миллилитров если хочешь побольше побольше хорошо это у нас стоят эти шарики ик сколько получилось 5 2 4 6 8 10 12 а это сколько пирожков у нас получится не знаю сейчас посмотрим а интересно чем получится смотря они прямо на глазах у нас поднимаются никогда не делала покойки раскатываем все вместе довольно таки большие получаются конечно свое настоящее тесто вкуснее чем покупное естественно прям живое прям дышит обожаю с тестом возиться делим на сколько частей не только получилось 8 штучек не ровно а фарш у нас мясо соль лук . а картошки до масла я тоже люблю он такой сочнее получается делаем пирожки смазали протворечник маслом растительным манипусинки получился зато много намного людей с желанием не будешь делать счастливый с чем-нибудь таким вон винегрет туда забухать сейчас или капусту и лепим пирожки не разрезалась надо ножик купить вот такие ножи продаются кругу и специально резать тесто да чтоб скатерть не порезать ты этим ножом не режешь скатерть да и разрежем так разрежем ты лепишь как как придется нет вот такие вот кругольнички а сейчас вот так сделаем ну ка покажи какой интересный так это типа самсушки да ну они могут квадратные быть ну вот эти квадратики же вот эти они маленькие квадратики в холодильник там будет ужас ну он старый уже кидывать пора там течет уже все красавчики ну вот так внизу вот их надо было вот побольше растянуть а тесто примерно у тебя сколько стояло ты первый раз сколько раз обыскала два раза два раза это примерно сколько времени по полчаса я первый раз замесила и поставила потом второй раз замесила масло налила замесила и опять поставила на полчаса вот такие квадратики квадратики ну побольше раз а в духовке сколько их держать двадцать всего лишь уже хочется их съесть сейчас они быстро поспеют сейчас они чуть-чуть постоят а чтобы подошли мы смажем маслом вот этим детям и потом поставим в печку чуть-чуть неправильно ну 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 первый раз я их делаю попробовать решим с таким рецепт заворачиваешь как хочешь по желанию можешь как пирожки завернуть можешь кверху с этим оставить швами хочешь такие конвертики маленькие конвертики а смотри пирожки я помню сам сам на пирог делала а я маленькая была и вот так вот она сделала положила накрыла полотенце самая села точно так же я накрыла сделала все Сашка с работ пришел как-то сел как-то горет он горячий ужас ладно горячий а жалко же размешиваем яичко и смазываем поверхность чтобы наши пирожки были вкусные красивые красавчики красавчики уже я чувствую какие они будут вкусные не все красивые но эти будут разные тревольные квадратные даже черепашковые вот хочу узнать как треугольные будет вот вот так заворачиваешь вот так заворачиваешь и этот заворачиваешь один за один вот он залепляешь вот надо же сколько треугольников делаю самсушек все неправильно здесь здесь вот так вот здесь вот так я подозревала что неправильно но не думала что насталька придется тебе геометрию закрываешь видишь вот она треугольная вот вообще другой чем я делаю а потом переворачиваешь вот так вот внизу вот это вот это треугольнички а еще когда делала с этим такие делали слоенные мне прям так вот здесь кружочек кружочек а вообще классно еще чуть-чуть вот такая прелесть у нас получилась ну конечно не 20 минут прошло сколько 35 ещё минут пять постоять ммм мягкая ароматная какая прелесть да все нормально обожаю горяченький вкуснятина